Ромашки спрятались, а областной эколого-биологический центр на один день превратился в гигантский цветник. Ежегодно в сентябре сюда съезжаются юные флористы со всего региона. Областной конкурс на базе бывшей станции ЮНАТОВ проводится более 20 лет. Выдыхала ароматы осенних растений и Марина Баркова. Всего два часа на то, чтобы в цветах воссоздать образ киногероя. 70% костюма из растительных материалов это обязательное условие успевает выполнить далеко не все. В областном конкурсе участвуют юные аранжировщики из Кенеля, Жигулевска, Новокуйбышевска, Волжского района. На подиуме во всем многообразии предстает флора Большой губернии, а также нетленки советского кинематографа. Тема конкурса «Цветы и кино». Сказать, ну что сказать, устроить, как люди желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Награждение – это, конечно, хорошо, но все равно новый опыт и вот с цветами первый раз. Не знаю, я надолго запомню, это в памяти останется надолго. Задача жюри, состоящего из опытных флористов – оценить технику выполнения, сочетание растений и, конечно, оригинальность. Конкурс проходит в два этапа. Первый – воссоздать экранный образ в цветах и пластике. Второй – смастерить букет любимым герою российского кино. В этом году я выбрал отрывок из кинофильма «Свадьба в Малиновке», называется «В ту степь». И мы приготовили образ и сочетали цветы, чтобы это было больше похоже именно на деревенский стиль. Ротбеки, садовые ромашки, которые тоже больше полевые цвета напоминают. За время существования конкурса многие его участники стали профессиональными дизайнерами. Сегодня они возвращаются на станцию ЮНАТОВ со своими учениками. Это уникальный конкурс во всей России. Проводится у нас 21 год подряд. Не было ни одного года, чтобы не был он проведен. Для многих детей это стало бы первым толчком в профессиональной деятельности. Марина Баркова, Михаил Смирнов. Новости губернии.